Музыка Переулок речной 3А Сегодня общественники провели очередные мероприятия по выявлению нелегальных площадок, где идет заготовка, переработка и реализация лома цветного и черного металла в нарушении действующего законодательства. Пункт приема металлолома должен обладать лицензией и нотариально заведенной копией выписки из ЕГУ, который обязан предъявлять потребованию клиентов и контролирующих органов. Эти документы подтверждают законность введения предпринимательской деятельности, а получить их можно в полномоченных учреждениях. В нашем случае это Министерство повышенности по Свердловской области. Законность приема металлолома это не только работа без постановки на учет налоговой службы, но также введение коммерческой деятельности с нарушением актуальных правил приема и учета. Одна из не более важных это обеспечение радиационного контроля на предприятии в целях обеспечения безопасности людей и окружающей среды. Каждую партию, которая поступает на металлоплощадку, необходимо проверять с применением специальной техники, которая измеряет наличие ценных компонентов, изотопов, нуклидов и так далее. Обязательно наличие и применение радиометров, а также компактных носимых дозиметров и сигнализаторов. На все виды обязательного оборудования, то есть радиометры, спектрометры, высокоточные электронные весы, необходимо иметь документы. Это технический паспорт, свидетельство о проверке. Для легальной работы необходима площадь не менее 200 квадратных метров. Размер площади это 200 квадратных метров, а размер земельного участка от 500 квадратных метров. В противном случае, получение лицензии будет отказано, а значит мелкие пункты приема от пьеры не могут работать легально. Организатор данной площадки вызвали манипулятор, чтобы вывести весь заготовленный лом. Так как вызвана полиция, полиция, конечно, при... еще не скоро, но сам факт того, что это заготовленный лом, полиция может изъять и транспортировать на ответственное хранение до решения суда, они решили металл весь вывести и временно признать деятельность. Вот видим, что выезжает транспортное средство. Весь заготовленный лом, который был на этой площадке, загружен в это транспортное средство. И вывезли с территорией данной площадки. Улица Стартовая, 1А, корпус 1, нелегальная площадка, работающая без лицензии. Сегодня общественники совместно с пресс-службой телеканала РБК выехали на эту площадку, чтобы завиксировать незаконные факты их деятельности. На следующее время мы видим, что идет приемка металла, то есть, если вот даже человек, который пришел специально, чтобы сдать металл, это фиксировали на видеокамеру, полиция вызвана, ждем их приезда. То есть, нет специализированной площадки, нет бетонного покрытия. Все это указано, кто, что площадка нелегальная. И в рейстре юридических лиц данная площадка не зарегистрирована в установленном законном порядке. Вот видим, что есть в наличии бочки горючих смазанных материалов, которые также, видим, принимаются на этой площадке. Я рассказал. Вы ведите учет приема? Учет приема? Ну, книга есть, вы записываете данные, кто вам. На приемчике дал знак. Ну, вот есть федеральный закон, который предусматривает определенный процесс, процедуру приемки металла, да? То есть, вы должны проверить паспорт у человека, да? Да. Вы проверяли паспорт этого человека? Оформляйте приемознаточный акт. Это приемчик делает. Регистрируйтесь в журнале. После только этого принимайте металл. Плюс еще вы должны проверить этот металл на радиоактивность, на безопасность.